Здравствуйте! Как всегда в это время мы рассказываем о событиях и людях, заслуживающих особого внимания. Это Вести Хакасия. События недели. С вами Марина Конодакова. Татьянин день в Хакасском госуниверситете растянется на 5 лет. Главный вуз республики выбрал нового ректора, на которого возлагают большие надежды на лучшие. Мавр не платит зарплату, Мавр заплатил штраф. Ситуация на крупнейшем агропредприятии Хакасии требует внимания прокуратуры и трудоинспекции. Почему плата за капремонт идет отдельно и в чем смысл фонда капремонта, об этом расскажет гость программы, директор фонда Антон Иванов. И двое против огня сила. Жители Новомихайловки не стали ждать помощи со стороны, а сами создали пожарную дружину и успешно следят за безопасностью деревни. Всех посчитают. Инспекторы по охране окружающей среды начали зимний учет обитателей тайги. Предварительные выводы радуют. В четверг в Хакасском госуниверситете выбрали нового ректора. Им стала министра экономики Татьяна Краснова. Изначальная фаворитка – это избирательная гонки. Много вопросов вызвало, почему Ольга Штыгашева решила уйти с поста и что заставило министра покинуть кресло в правительстве. Об этом и спросили у них сразу после завершения выборов. Со стороны не сразу поймешь, что эти двое – соперники на самый главный пост в главном университете республики. Проректор и кандидат биологических наук Василий Анюшин – единственный, кто составил компанию Татьяне Красновой на самом финише избирательной гонки, в которой, кстати, многое выдавало предопределенность результата. Слишком явное преимущество одной над другим. И даже в программном выступлении аутсайдера было сложно уловить амбиции руководителя. Основными задачами программы, с моей точки зрения, является развитие системы качества университета, развитие кадрового потенциала, улучшение материально-технического обеспечения. Ни одного вопроса к Василию Анюшину у зала не было. Иное дело Татьяна Краснова. Она сразу взяла нужный зачин, а после представления программы к ней поступило несколько вопросов. Видите ли Вы необходимость охраны хакасского языка и развития хакасского языка и культуры, и более активного внедрения двух государственных языков во всех структурах университета? Я считаю, что университет тоже должен в этом участвовать и соответствовать. Но, безусловно, здесь нужен комплексный подход. Один университет обеспечить это развитие не может. Есть ли предел в оптимизации производства, чтобы как-то сокращение штатов или организация структур, чтобы огромный механизм работал в штатном, нормальном, а не в обральном порядке? Все-таки надеюсь на то, что нам не придется все срочно обрезать, затягивать пояса и голодать, если мы пойдем по пути небольшого хотя бы наращивания доходов. Но это все зависит от нас. Выборы ректора всегда решающие для вуза, но на этот раз особенно. За последние пять лет ХГУ немало лихорадило. Ряд институтов и кафедр ликвидировали. Подорожала платная учеба. Непростые времена продолжаются. С этого года на 10% сокращено финансирование. И сейчас особенно важно, чтобы главный вуз Хакасии попал в правильные руки. В итоге университет сделал выбор в пользу экономиста. За Татьяну Краснову проголосовало втрое больше человек, чем за Василия Анюшина. Таким образом, Ольга Штыгашева передала ХГУ своему человеку. Именно она предложила кандидатуру Красновой. Теперь уже бывший министр намерена усилить значение ХГУ как образовательного центра Юго-Сибири и его роль в развитии экономики республики. Так что опыт работы в правительстве будет весьма кстати. Своё же решение об уходе из Серого дома Татьяна Краснова объясняет просто. Минэкономике нужны свежие силы. Полагаю, что вот как раз новые силы, люди с новыми силами, новыми возможностями обязательно внесут какой-то вот свежий ветер перемен. Он нужен. То есть Вы просто захотели перемен? Да, я захотела перемен. Я очень склонна к образовательной, к научной деятельности. То есть я уходила на административные должности именно из вуза. И мне всегда это влекло. Мне всегда эта деятельность влекла. Она не чужда для меня. То есть много лет своей жизни вот я проработала там. То есть я возвращаюсь больше, скажем так, в Сойлона. К своим обязанностям Татьяна Краснова приступит в середине февраля. До этого времени Ольга Штыгашева должна передать ей все дела. Удивительно, но очень похоже объяснила своё решение и Ольга Штыгашева. По её признанию, пять лет дались ей непросто. Уходящий ректор порой принимала непопулярные решения и несла за них ответственность. Информацию в интернете о том, что ей подбирают новые посты, она опровергла и дала следующий комментарий нашей программе. Каждый человек, который ответственно относится к своему делу, должен осознавать предел своих возможностей. Пять лет – это абсолютно достаточный срок, чтобы проявить себя, чтобы чего-то достичь. Но и дальнейший срок, ну может быть, ещё год можно в таком напряжении проработать. И дальше достигать уже в этом направлении результатов нельзя. Так как я люблю Хакасский государственный университет, это действительно значительная часть моей жизни, это часть нашей республики. Поэтому, конечно, я бы желала, чтобы его возглавил новый человек, сильный, у которого есть масса нереализованных планов. И вот по моим представлениям это была Татьяна Григорьевна Краснова. Сегодня это свершилось, и я очень рада. Поделитесь своими планами, где вы намерены дальше работать? У меня есть место работы. Я являюсь заведующей кафедрой внутренних болезней Хакасского государственного университета и профессором этой кафедры. И этой работой я занималась и все эти пять с половиной лет, пока возглавляла университет. И, собственно говоря, это поприще за мной остаётся. У меня очень большая нагрузка, как у педагога, как у преподавателя. И она связана, конечно, непосредственно с лечебной работой в республиканской больнице, где находится моя кафедра. То есть ни о каких новых руководящих должностях речи пока нет? Я не вижу никакого смысла. Компания «Мавр» задерживала зарплату своим сотрудникам. Это установили прокуратура и трудоинспекция. С жалобой к ним обратились работники предприятия. Не побоялись заявить о нарушении всего единицы. Однако их заявлений было достаточно, чтобы трудоинспекция и прокуратура проверили работу миссакомбината. Факт задержки зарплаты подтвердился, поэтому надзорники оштрафовали директора компании Вячеслава Кима на 2 тысячи рублей, а торговый дом «Мавр» на 30 тысяч. Такое наказание за нарушение прав работников установлено российским законом. После проверки зарплату дали, но только части коллектива. Работники пожелали всё-таки подождать выплаты заработной платы от руководства. То есть желания об обращении прокурора в суд не высказали. Вместе с тем, такие полномочия у прокурора, повторюсь, имеются, и прокурор вправе обратиться в суд в случае поступления соответствующего заявления от работника. Ситуация с миссакомбинатом на сегодня обросла самыми разными слухами, вплоть до того, что предприятие якобы может стать банкротом. Руководство «Мавра» дало единственный комментарий губернаторскому телеканалу, в котором опровергло информацию о закрытии компании. Ясно одно – положение на «Мавре» сложное. По нашим данным, часть работников отправлена в неоплачиваемые отпуска. В связи с этим прокуратура продолжает мониторить эту ситуацию. Как идет выдача бесплатной земли многодетным семьям, молодежи и льготникам Хакасии, обсудили на неделе в правительстве. Напомню, обеспечить участками нуждающихся поручил президент Владимир Путин. Хакасия же пошла еще дальше и объявила о том, что землю получит еще и молодежь. На сегодня роздано более 7 тысяч наделов, и самое трудное еще впереди. В новых жилых районах должно появиться все, что нужно для жизни. Жилые дома на бывших полях Института аграрных проблем стали строить за последний год. 900 гектаров территории республика добыла у федерального центра, чтобы здесь могли поселиться тысячи многодетных семей. Пока здесь еще трудно рассмотреть очертания грандиозного будущего, но планы у властей серьезные. Через 3-4 года эти поля будет не узнать, так обещают в правительстве Хакасии. Землю мало выделить, на ней должно появиться все, что необходимо для жизни. Сюда проведут свет и воду, построят дороги, детсады, школы и больницы. Фактически это будет новый поселок. Прирастать жилыми массивами, кроме зеленого, будут Шира. Там появится микрорайон Иткульский, Белый Яр и Усть-Абакан. Именно здесь обнаружился наибольший спрос на бесплатную землю. Также есть село Солнечное, где планируется выдавать участки молодым семьям и молодым специалистам. Параллельно велась работа по самому больному вопросу для всех владельцев участков – проведения света. У многодетных и льготников с этим как раз проблем нет. Как рапортуют власти, больше половины выделенных участков обеспечены электроэнергией. За подключение льготникам придется заплатить всего 550 рублей, но в некоторых случаях тариф может быть выше. У ресурсоснабжающей организации есть порядка полугода срок на то, чтобы в рамках закона обеспечить подключение. Но и также нужно учесть следующее, что если участок расположен дальше от центра питания, чем 500 метров, то, соответственно, здесь применяется индивидуальный тариф и, соответственно, другая стоимость. Что касается дорог, то на первых порах это будет просто щебенка. Но на следующий год республика планирует привлечь федеральные деньги и проложить в новых поселках асфальт. Уже сейчас есть представление о том, сколько и каких детсадов, школ и домов культуры нужно построить. К примеру, тот же микрорайон для многодетных возле Зеленого. Здесь потребуется свое медучреждение. У нас там предусмотрено строительство врачебной амбулатории. Деньги предусмотрены в данной программе. Земельный участок уже определен, отмежован, получен кадастровый паспорт и в настоящее время готовится заявка обмен имущества. На сегодня в республике распределено более 7 тысяч наделов, больше половины многодетным семьям. Что касается молодежи, то от нее, по официальным данным, поступило только 1 тысяча заявок. Виктор Зимин был сильно удивлен этим, ведь по планам правительства для молодых специалистов должно быть выделено аж 20 тысяч участков. Глава республики поручил лучше проработать этот вопрос и, несмотря на бюджетные трудности, не снижать темпов по выделению земли. Ситуация такая сейчас в целом в стране. Все зависит от нас. Будем шевелиться, будем идти вперед, будет движение. А если начнем себя зажимать и постоянно ссылку на то, что не хватает денег, денег всегда не хватало. Вот седьмой год уже, одно и то же повторяю, денег не хватает. Но жизнь же лучше становится. Раздача бесплатной земли – одно из важных достижений республики в масштабах всей страны. У Хакасии хорошие показатели по обеспечению многодетных семей, а инициатива помощи молодежи вовсе ноу-хау региона. Теперь важно достойно развивать проект. И не только для исполнения обещаний перед простыми жителями, но и для получения реального экономического эффекта. Начиная от строительного бума и заканчивая прекращением оттока молодежи в большие города. Появление в квитанции о квартплате новой строки капремонт вызвало немало вопросов у жителей Хакасии. Несмотря на то, что весь прошлый год всевозможные специалисты разъясняли, что скоро капремонт будет финансироваться по-новому, и что для этого создан специальный фонд, многие стали вникать в суть вопроса только сейчас, когда нужно вносить плату. Еще раз о том, что нужно знать жильцам, мы поговорили с директором республиканского фонда капремонта Антоном Ивановым. Здравствуйте, Антон Александрович. Добрый день. Итак, насколько оказались жители Хакасии готовы к тому, что в их квитанциях за квартплату появилась новая строка капремонт? Ну, если оценивать по общему количеству обращений фонд за полторы недели уже можно сказать, то много осталось вопросов и касающихся и взноса на капитальный ремонт, и почему он появился, и почему именно там в общей платежке, например, куда платят, за что платят, когда капитальный ремонт. Вопросов много. Они возмущены тем, что теперь еще больше приходится платить за квартиру? Есть и возмущенные люди, есть, сразу же переходят к тому, что мы уже платили долго за текущее содержание ремонта, а дом все равно в плохом состоянии. Здесь мы поясняем, что, собственно, для этого нас и создавали, чтобы кардинально изменить эту ситуацию, потому что объемы работ предстоящие, они очень значительные. После всех разъяснений, после того, как мы рассказываем, когда будет ремонт, и какой он будет, и в соответствии с какими нормами, и кто его на самом деле теперь проводит, что это теперь не управляющая компания, не какой-то подрядчик, а теперь и проводить ремонты будем мы, и ответственность за качество вынести мы, то есть не нужно будет бегать искать подрядчика или управляющую компанию, через суд выяснять, обращаться будут все время к нам. Ну и уже потом второй вопрос, а где можно заплатить? С какими еще трудностями вы столкнулись в данном этапе? Мы старались по всей республике равномерно вести разъяснительную работу, объяснять права, обязанности, порядок вообще формирования фондов капитального ремонта, организации работ. Но, видимо, все-таки необходимо дополнительно пояснять. То есть люди, многие, и не знали о необходимости вот теперь накапливать взносы на капитальный ремонт. По республике сколько домов пожелали перейти под ваше управление? Есть доверие вот к такой структуре? Ну тут двояко. Как сказать доверие? Вот если взять наши 2495 домов в программе, кто-то просто не захотел проводить собрание, кто-то прочитал норму жилищного кодекса, что если не проведут его сами, то эта обязанность возникнет у органа местного самоуправления принять решение в отношении таких домов. В итоге 2356 домов формируют фонды капитального ремонта на наших 24 счетах. То есть для каждого муниципалитета открыт отдельный специальный банковский счет в Сбербанке. Каков средний размер вот этой платы за капремонт в целом по республике? Ну, еще раз скажу, тарифы разные, да, то есть для городов-домов без лифта 4,80 с квадратного метра собственности, для городов-домов с лифтами 5,20, а для всех остальных муниципальных образований 3 рубля с квадратного метра. То есть, ну, если взять по городам, то средний платеж 200-220 рублей получается. За квартиру? За квартиру, да, с площади собственности. А в целом сколько денег-то будет поступать ежемесячно в фонд? Приведу для примера Абакан, да, то в среднем в месяц должно поступать на счет около 13 миллионов рублей. Ну, дальше уже от площадей домов в остальных муниципалитетах. Если Черногорск, то это 57 делем на 12, да, получается порядка 5,5 миллионов рублей ежемесячно. Вот и сумма... А общая сумма по республике в целом сколько выходит? Общая сумма по республике 248 миллионов. Это большие деньги, но если посмотреть и на количество домов, которые предстоит отремонтировать только в этом году, да, в региональной программе у нас стоит 244 дома, мы их все сейчас в период с сентября по ноябрь обследовали. И совместно с муниципалитетами, отследование шло и с управляющими компаниями, вообще из программы 78 домов будет исключено. Из них вот 24 дома, это запланированные к ремонту на 15-й год. Их признали нецелесообразными к проведению капитального ремонта. И дальше уже будет вестись работа по признанию их ветхими аварийными и по расселению таких собственников. У них обязанность по оплате взносов не возникнет. К квитанции мы им не направили, соответственно. В итоге 220 домов в 13 муниципалитетах предстоит откапиталить. Причем ремонты, они четко рекламентированы федеральным законодательством. То есть если это ремонт крыши, то он включает в себя и замену утеплителя. Зачастую это котельный шлак, который сейчас по современным строительным нормам вообще не утеплитель. Это и замена частичная или полная стропильная система. Это и кровельное перекрытие, замена по необходимости. Это значит на современные строительные материалы, замена асбеста цементных листов, то есть шифера на уже металлический оцинкованный профлист. Эти 200 с лишним миллионов рублей, ну хватит этих денег, чтобы отремонтировать эти запланированные дома? И останется ли еще на будущий год? Программа рассчитана так, что финансовых средств будет достаточно. Но все-таки последнее слово о капитальном ремонте, о необходимости, о виде капитального ремонта за собственниками. Например, по Черногорску мы у 54 домов, по коллективным заявлениям собственникам, заменили вид работ с ремонта инженерного оборудования на крышу. Там действительно очень плохие крыши, их никто никогда не делал. Этот ремонт дороже получается. И здесь уже по Черногорску рассматривается вопрос правительства о софинансировании таких работ. Поэтому денег собранных будет достаточно по следующему году. То есть мы собранные средства должны тратить не все, у нас остается некая такая подушка безопасности, которая позволяет в дальнейшем и в 2016 году выполнять капитальные ремонты и в 2017, и в 2019. То есть расчет жесткий. Ну что ж, будем надеяться, что работа фонда в дальнейшем развеет сомнения скептиков. Ну мы к этому стремимся. Спасибо вам за то, что вы нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо. Всего доброго. До свидания. В правительстве больше не будет Министерства регионального развития, а отныне оно называется Минстрой. В связи с тем, что в прошлом году было организовано Министерство промышленности, ему были переданы ряд полномочий от Минрегионразвития по недропользованию и промышленной политике. Чтобы название более точно отражало обязанности госоргана, оно было переименовано в Минстрой. Отныне ведомство занимается только вопросами строительства, переселения из аварийного ветхого жилья, а также прохождение отопительного сезона. Добавим, что Сергей Новиков – один из самых гибких министров в команде Виктора Зимина, и иногда глава поручает ему задания не совсем по профилю. Один из недавних примеров – вопрос по сельхозрынку, работой которого руководитель региона был крайне недоволен. Он поручил Минрегиону добиться снижения цен, и, как заявляет Сергей Новиков, задача выполнена. Принуждать фермеров не стали, но дирекция рынка сама закупает мясо и овощи и продает их с минимальной накруткой. У нас есть несколько мест, где мы продаем мясо, где мы продаем плодо-овощную продукцию. Ну, то есть, рынок также покупает, ну и, соответственно, с минимальной накруткой, там примерно 10% от оптовой цены то, что купил, продает. В этих точках цена на 15-20% ниже, весь рынок начал реагировать. Ну, также, собственно, многие понизили цены, что, ну, собственно, мы считаем, что с этой задачей мы также справились. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Руководство Подсинской птицефабрики наказано за то, что скрыло факт массового падежа птиц. Об этом нам сообщила руководитель республиканской ветинспекции Гульнара Керимова. В новогодние каникулы на предприятии погибло более 400 индеек. Однако госорганы и общественность узнали об этом только, когда все вышли на работу. Подсинская птицефабрика – один из крупнейших поставщиков курицы, индеек и яиц в Хакасии. Поэтому инцидент вызвал немалый общественный резонанс. К делу сразу подключилась ветинспекция, которая обнаружила, погибшая птица была заражена бурсальной инфекцией. Виноваты в этом сотрудники предприятия, нарушившие технологию. Ветинспекторы привлекли руководство предприятия к административной ответственности. Иначе говоря, теперь фабрика обязана навести у себя порядок, а руководство заплатит штраф за сокрытие инцидента. В селе Новомихайловка Алтайского района нет пожарной части, но местные жители могут сами дать отпор огню. На защите деревни стоит добровольная пожарная дружина, в которой работает всего два человека. Почему им это важно и насколько успешна их работа, расскажет Наталья Гармашова. Здравствуйте. Виктор Алексеевич, вот памятки для пожарной безопасности. Познакомьтесь, посмотрите, там кочное оборудование, электрическое. Это все нормально. И помните о мировах пожарной безопасности и о их последствиях. Спасибо. Профилактические обходы частных домов – одна из ключевых составляющих работы Андрея Вейт. Молодой человек – добровольный пожарный. В ряды огнеборцев вступил только в прошлом году. Тогда сельская добровольная пожарная команда состояла еще из четырех человек. В связи с тем, что бюджет у нас на 2014 год был принят с большим дефицитом, тех денежных средств, которые были заложены на работу и содержание добровольной пожарной команды, были освоены в полном объеме до июня месяца. С июня месяца эти все люди у меня уволились. Все, кроме Андрея. Полгода, до января 2015-го, парень работал абсолютно бесплатно и без выходных. Дежурил на телефоне круглосуточно. Выезжал на тушение пожаров. Говорит, везло, что возгорания были незначительными. Удавалось справляться одному. Теперь, наконец, появился напарник. Конечно, хотелось бы получать за это зарплату и достойную зарплату. Я понимаю и положение нашей администрации, что если денег нет, сельчан не оставишь в беспомощи. Поэтому идешь навстречу. Тем более, что впереди пожароопасная пора. Весенние палы травы. Село защищает широкая минерализованная полоса. Но люди говорят, порой кажется, огню нет преграды. Ой, страшно. И пожарки со всего района приезжают. Пожарки. И тушим все вместе. Расчеты едут из Очуры, Новороссийского. А это, соответственно, 12 и 18 километров. Теряется время. Поэтому появлению собственной пожарной машины новомихайловцы были особенно рады. Подарок сделали коллеги из Таштыпа. Автомобиль не новый, но исправный. Водой всегда наполнен. Сложнее, допустим, правильно подать воду в нужную сторону. То есть сам очаг потушить правильно. Это сложнее, чем управлять вот этими всеми агрегатами. А этот агрегат Андрей освоил еще быстрее. Самым трудным оказалось взгромоздить на плечи канистру с 10 литрами воды. В целом же садовый опрыскиватель, его сельсовет приобрел на бюджетные деньги, тушит огонь не хуже автомобиля. В этом году уже был разговор. Встречались мы с председателем Совета добровольных пожарных команд по республике Хакасия в лице Галкиной, которая нам пообещала, что дополнительно с их стороны будет оказана помощь еще в таком опрыскивателе. А это еще один бонус в противопожарную копилку Новомихайловки. Единственное, о чем пока по-прежнему приходится только мечтать, так это о полноценной добровольной пожарной команде. Наталья Гармашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия, События недели. Мы продолжаем серию встреч, посвященных объявленному в России году литературы. Сегодня в нашей студии заместитель директора национальной библиотеки Ольга Айошина. Для интервью есть еще один повод. Учреждение отмечает в этом году 90 лет со дня создания. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Здравствуйте, Марина. Итак, у нас такой тройной повод для встречи. Год литературы, юбилей библиотеки. И вот на этой неделе очередная годовщина Николая Георгиевича Доможакова. Скажите, пожалуйста, в целом, как изменился современный читатель? Современный читатель отличается от читателя прошлых поколений, наверное, только сменной формата чтения. Активно в нашу жизнь вошла электронная книга, плюсы которой, конечно же, очевидны. К традиционной книге интерес не остывает. Это точно. Это точно, да. То есть, ну, опыт у нас есть, поверьте. Но мне кажется, что читателей у вас стало меньше, вот, по количеству абонентов ваших. Можно об этом судить? Читателей стало меньше реально приходящих в библиотеку. При этом, да, увеличивается число читателей, которые пользуются нашими ресурсами удаленно. Это межбиблиотечный, например, абонемент продолжает свою жизнь, да. И сейчас у нас на сайте доступны электронный каталог, электронная библиотека Хакасии. То есть, не обязательно приходить в библиотеку, чтобы воспользоваться данными ресурсами. А как вы учитываете вкусы массового читателя? Потому что сейчас очень много, наверное, любят у нас фантастику, женские романы, какой-то такой трэш и прочее. Ну, безусловно, библиотека не может не учитывать потребности читателей при комплектовании своего фонда. И, как вы сказали, наиболее приоритетными направлениями являются фантастика, фэнтези, детективы, приключения, женский роман. Но здесь я бы хотела отметить, в последнее время наметился интерес к исторической литературе. Это как к художественной исторической литературе, так и к документальной прозе. Читатели интересуются судьбами великих деятелей исторических, как зарубежных, так и отечественных. История Великой Отечественной войны достаточно интересует наших читателей. И среди писателей, если интересно, я могу назвать, какие книги не задерживаются на полках. Это Сергей Лукьяненко, Олег Рой, Пелевин. У Национальной библиотеки есть свой сад. Сайт его как-то планируется в будущем усовершенствовать? Мы стараемся идти в ногу со временем, расширяем спектр своих услуг, используя новые информационные технологии. Сегодня мы активно предоставляем электронные ресурсы в пользование, так называемые подписные ресурсы, то есть доступ к ним открыт только с площадки библиотеки. Конечно, известно, там в интернете есть все, но все да не все. Ну и со временем наметилась такая тенденция, что все более достойные сайты с достоверной информацией, они начинают быть закрытыми, то есть платными. И возможность на них подписаться есть только у библиотек, ну или каких-то крупных учреждений. Какие перспективы развития национальной библиотеки? Конечно, всех волнует вопрос, когда закончится строительство нового корпуса, который уже идет несколько лет, это высокое здание. Строительство начато в 2009 году, на сегодняшний день пристройка готова на 80%. Остались буквально отделочные работы, но предстоит еще реконструкция действующего здания. Планируется срок сдачи и действующего реконструированного здания, и новой пристройки в 2016 году. Мы очень ждем этого события, связываем с ним большие надежды для дальнейшего развития библиотеки. И хотелось бы отметить, что в преддверии 70-летия наша электронная библиотека пополнилась двумя уникальными коллекциями. Первая коллекция – это газеты и журналы, выходящие на территории Хакасии в военные годы. Этих газет и журналов на территории Хакасии нет. Коллекция создана на основе ресурсов Российской государственной библиотеки. Она доступна в открытом доступе через сайт нашей библиотеки. И вторая уникальная коллекция – это электронные копии газеты 309-й Краснознаменной Пирятинской дивизии, хранящиеся в Центральном государственном архиве Министерства обороны Российской Федерации. К сожалению, в открытом доступе мы коллекцию предоставить пользователям не можем по условиям договора с фондодержателем, но она будет доступна в локальной сети библиотеки. Поэтому добро пожаловать. Ресурсы уникальнейшие и интересные, действительно. Что ж, я благодарю вас, Ольга Владимировна, за интервью, за то, что нашли время для встречи. И хочу поздравить весь коллектив национальной библиотеки с юбилеем. Вести учет животных в дикой природе – такая задача стоит перед Госкомитетом по охране животного мира. Инспекторам предстоит посчитать их, записать направление движения и отметить точки на карте. Наши корреспонденты отправились с инспекторами в суровую сибирскую тайгу и теперь знают, как обнаружить всех тех, для кого лес – это дом. Вот в эту таблицу записывать, допустим, волк, рысь, и ставить в навигаторе точки. Работа инспекторов начинается с раннего утра. Распределяются маршруты, даются инструкции. Все для того, чтобы зимние учеты животных прошли наиболее точно. Важно не только учесть, но и правильно записать, внести координаты в GPS-навигатор. Начинаешь, точку поставил, начало и пошел. И в конце. В этой ученой группе два человека – Екатерина и Николай. Сейчас они проводят так называемую затирку. То есть снегоходными санями затирают все старые звериные следы, а через сутки, вновь двигаясь по этому же маршруту, учитывают все пересечения. Мы отметили начальную точку. Сразу на начальной точке мы заметили следы морала. Дальше покажет дорога. Протяженность маршрута этой группы – 10 километров. Важно быть очень внимательным, чтобы не пропустить даже самые мелкие следы или следы, которые не характерны для данной местности. Соболь. Ну, его тут мало. Он в основном в кедраче. Вот тут, в заказнике Кискачинске, инспекторам предстоит пройти 16 маршрутов, протяженность которых – 180 километров. Лесные обитатели крайне осторожны, но по оставленным следам можно проследить направление движения зверя, плотность, а уже в дальнейшем сделать расчеты и выводы по количеству животных и их видам. На этом маршруте Екатерине и Николаю удалось зафиксировать 46 следов, и это в основном косуля и морал. Инспекторы отмечают, что с каждым годом количество зверя только увеличивается, поскольку охота здесь запрещена. А чтобы привлечь и задержать животных в заказнике, организованы кормушки. А эта группа проходит свой маршрут на УАЗике. Тут важно умение и навык езды по непростым таежным дорогам, да еще и точно различать и фиксировать следы животных. Работа по учету животных в этом году только началась. Инспекторам предстоит обследовать и другие заказники, пройти 66 маршрутов общей протяженностью около 700 километров. И не везде работа будет выполняться на технике. Где нет дорог, маршруты будут пройдены пешком, но уже первые дни показали, животных становится больше. А это значит, что для нас, городских жителей, шансов увидеть дикого зверя в природе становится все больше. На этом наш выпуск завершен. Посмотреть его также можно на нашем сайте вестихакасия.рф Я желаю вам приятного окончания выходных и хорошего настроения на новой неделе. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова